Добрый день, дорогие друзья! Всех рад приветствовать, кто находится сейчас у нас на прямой трансляции. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, мы продолжаем изучать Библию, и мы затрагиваем также богословские темы. Хотелось бы сегодня порассуждать над одним очень таким интересным вопросом, как битва Армагеддон, которая записана в Священном Писании. Мне по этому вопросу очень много задавали вопросов, и многие спрашивали, что это за такая битва, страшная даже некоторые называют, которая произойдет в конце времени. Что это такая за битва, которая с таким странным названием, как Армагеддон. И сейчас очень много в мире ходит различных слухов об этой битве, которая должна произойти в конце времени. Что это за битва Армагеддон. И также многие люди задают вопрос, вообще что такое Армагеддон. Это действительно записано в Священном Писании. И так как, что является в Библии более таким странным, неизвестным, таинственным, для многих людей это вызывает в какой-то степени больше страх. И хотелось бы как раз на эту тему порассуждать, используя Священное Писание. И я хотел бы сегодня, когда мы будем рассуждать над этой темой, мы поговорим с вами, рассмотрим три основных этапа нашей темы. Это первое, что мы рассмотрим из этой истории о битве Армагеддон. Это какое значение сейчас существует или бытует в мире, и почему оно такое появилось. Потом мы рассмотрим, что говорит библейская история об этом месте, называемое под названием Армагеддон. И также мы с вами поговорим, какое библейское значение она имеет в Священном Писании, в истории жизни людей. То есть хотелось бы как раз вот эти три момента рассмотреть. Хочу также сказать, что об этом событии написал Иоанн Богослов в книге «Откровения», или книга «Апокалипсис» еще называется. И вот как бы связывая вот два этих названия, «Апокалипсис», «Армагеддон», для многих людей это как бы является вот что-то такое таинственное, что-то непонятное, что-то страшное, которое вот должно произойти в будущем. Попробуем мы сегодня с вами более подробно рассмотреть или исследовать из Священного Писания. Хотелось бы затронуть или прочитать из Священного Писания, друзья, если у вас есть возможность взять Библию в руки, прочитать. Я буду только рад. Нет такой возможности, вы просто можете слушать. Еще раз говорю, это записано в книге «Откровения» Иоанна Богослова. Мы читаем 16 главу, и мы прочитаем с 13 по 16 стихи. Сразу хочу сказать, что книга «Откровения» она особая книга. Она написана в символах, так как Бог немного скрыл, скрыл, можно так сказать, вот те события, которые ожидаются в будущем. Открытие этой библейской истины, которая записана в книге «Откровения», написано будет для тех, кто соблюдает заповеди Божьи, те, которые являются верными Богу людьми. И вот для них как раз Господь, написано так, что для них будет открыто эти события, которые записаны в книге «Откровения». Также хотел напомнить, что в этот момент Иоанн Богослов находился на острове Патмос, в ссылке. Его хотели сначала, Иоанна Богослова хотели сначала убить, но так как у них это не вышло, не получилось, потому что Бог сохранил ему жизнь, то его сослали на остров Патмос. И находясь на острове Патмос, к нему явился Иисус Христос и дал книгу «Откровения». То есть он записал те видения, которые Бог ему показывал. И вот одно из таких видений, которые он видел, это об мести или о битве Армагеддон. И поэтому это написано в символах. Так как проверяли римские цензоры, прежде чем это письмо было направлено, потому что еще раз говорю, книг «Откровения» — это своего рода письмо, которое было отослано всеми церквям. Иоанн — это те церкви, которые когда-то, когда он был на свободе, то есть Иоанн Богослов, он курировал эти церкви. И он очень хотел написать это письмо, это видение, которое видел он от Иисуса. И поэтому многие, как бы сказать, библейские истины были скрыты. И поэтому мы попробуем с вами сегодня рассмотреть эту тему. Еще раз говорю, это в символике, в символическом языке. Но многие вещи... Почему написано, люди, те, которые знают Священное Писание, те, которые соблюдают его волю, его поймут? Потому что ключи к разгадке вот этих символов содержатся в Священном Писании. И так как на тот момент, ну, по большей степени пользовались, или, как бы сказать, использовали Ветхий Завет, то большинство этих символов написано в... Или, как бы, разъясняется ключей этих для разъяснения. Написано в Ветхом Завете. И поэтому мы коснемся вот этих вот, как бы, рассуждений, этих символов. Попробуем понять, что же имеет в виду Иоанн Богослов, а в частности, конкретно, Бог, что хотел донести своему народу. Но что-то очень важное должно произойти. И поэтому я хочу зачитать этот отрывок, который Иоанн Богослов написал для своих церквей. Еще раз хочу сказать, это адресовано было для церкви, церкви Божьей. И поэтому для людей, верных Богу, эти библейские истины были понятны. То есть прежде всего мы должны понимать, кто является автором и кто является получателем этого письма. Тогда нам будет легче понять, что хотел донести Иоанн Богослов для своего народа. Впоследствии он рассчитывал, что эти библейские истины прочитают люди последнего времени. Но только люди, которые будут верные Богу. И они поймут, что Бог хочет донести им. Вот непосредственно адресация этого письма была через века. То есть людям, нам, которые живут в последнее время. Но еще хочу сказать, еще раз хочу пояснить, что это предназначено для людей, которые являются верными Богу. Для них это будет более понятно. Итак, мы открываем книгу Откровения, 16 главу. И мы прочитаем с 13 по 16 стихи. Смотрите, как написано. «И увидел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов, нечистых, подобных жабам». Еще раз говорю, это написано в символике. Дальше сказано. Это бесовские духи. То есть они каким-то образом, эти духи, связаны с дьяволом и сатаной, который является врагом Бога и рода человеческого. И дальше сказано. «Творящие знамения, они выходят к царям земли, всей вселенной, подразумеваются к людям, вернее к правителям всего мира, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя». Онный великий день Бога Вседержителя, это подразумевается уже второе пришествие Иисуса Христа. И дальше сказано. Очень важный момент – это именно адресация для народа последнего времени. Тот, который будет соблюдать его волю, его заповеди, написано так. «Се иду как тать», то есть неожиданно, подразумевается как вор, то есть не подразумевается тайна, а как бы неожиданное такое появление. «Как тать», «блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою». Ну, здесь подразумевается одежда под праведностью человека, то есть тот, который является праведным. «Чистая одежда всегда символом была чистоты и праведности. Чтобы не ходить ему нагим, другими словами, голым, и чтобы не увидели срамоты его». То есть другими словами здесь сказано о том, что те люди, которые будут поступать нечестно, которые не будут жить по заповедям его, то есть перед Богом обнажается вся их сущность. А те люди, которые были верны перед Богом, те, которые соблюдали его волю, они как раз и сравниваются с людьми блаженными, носящими одежду Иисуса Христа. То есть подразумевается праведность Иисуса Христа. Отчего и происходит слово «христианин». Христианин – это тот человек, который подражает Христу. Не тот, который принял крещение в церкви, не тот человек, который, может быть, называется христианином, а это те люди, которые поступают так, как поступал Иисус Христос по жизни. И вот они и являются носителями этой праведности или этой одежды, чистой, святой, непорочной, как написано в Священном Писании. Ну и главный момент написан в 16 стихе, сказано так. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. И вот это вот, что это за место, что это за битва, которая должна произойти. И именно здесь связано о том, что эти духи, которые выходят к царям всей земли, они хотят настроить этих царей против тех, кто носит эту чистую белую одежду, то есть праведности Иисуса Христа или другими словами верных Богу людей и настроить их против, как бы сказать, чтобы они были, то есть вот эти вот цари земные или правители земные были настроены против народа Божьего. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. И вот я хотел бы с вами как раз порассуждать над этой темой. Итак, дорогие друзья, что такое Армагеддон? Для многих людей, вот люди, которые читают, тут и бесовские духи присутствуют, тут и, как бы сказать, духи, подобные жабам, и тут как бы завуалировано многие, как бы не понимают. И поэтому вокруг этого события очень много появилось различных мнений, размышлений, появилось очень много авторов, начиная даже с 19 века, которые пишут об этом событии, об этой битве. И те авторы, которые, ну, в какой-то степени они не являются по большей степени богословами, но они понимают о том, что это будет конец мира и конец земной истории. И поэтому на этом основании многие авторы начали, как бы, я использую такое слово, как спекулировать на том, на незнании людей. И написали очень много различных, было написано очень много различных книг. Я еще раз повторюсь, это приблизительно с 19 века появились вот такие книги, которые говорят о конце мира, о конце света. И многие люди, читая их, ну, чтобы, во-первых, эти книги набрали большую популярность, потому что это непосредственно касается вечной участи людей. И они, как бы, рассуждая над этими, ну, как бы, событиями, появляются вот какой-то некий страх, переживание. А что нас ожидает впереди? А что ожидает человечество в будущем? И все, что связано с будущим, а тем более с конечной гибелью человека, это в большей степени вызывает страх. И в какой-то степени также это является популярным размышлением для всего мира. И также эти книги очень набрали большую популярность в мире. Я хочу сказать, что, да, вот есть такие книги, я немного перечислю их, чтобы не быть, как говорится, голословным. В 1826 году Мэри Шелли написала такую книгу, как «Последний человек». Здесь описывается история, как мир захватила некая чума, и от этого погибли все люди. Потом также это использует, и для этого «Конец света» использует Герберт Уэллс, который написал книгу в 1898 году «Война миров». Он также использует и говорит о том, что это приводит к концу света, и о том, что это и есть вот этот вот, как бы, Армагеддон, гибель человечества. Потом Джордж Стюарт написал в 1949 году «Земля остается». Здесь тоже описана эпидемия, которая постигла людей. В 1953 году было написано такое произведение, как Рэй Брэдбери написал «451 градус по Фаренгейту». Здесь тоже описывается какое-то тоталитарное общество, которое приводит к концу мира. Можно сказать, еще в 1954 году написал Ричард Мэдисон. Он написал произведение «Я – легенда», тоже вот такая о конце света, об эпидемии, которая должна произойти. И также это привело к снятию, то есть появились многие уже впоследствии, появились фильмы, которые говорят о конце света. Это фильмы такие, как «Омэн», который был выпущен в 1976 году, «Мгла» в 2007 году, «Судный день» в 2008 году, «Константин. Повелитель тьмы». То есть это все вот эти, как бы сказать, книги и фильмы, они сформировали мышление людей в этом мире о том, что должно произойти какое-то страшное событие. Это событие связано в какой-то степени, может быть, это эпидемия, может быть, это будет какой-то, ну как бы сказать, прихода даже дьявола на землю. И это будет гибелью для людей. И поэтому многие вот эти вот книги и фильмы набрались такую сильную популярность в результате на незнании, на непонимании, можно так сказать, всего мира относительно этих событий, которые мы читаем в Священном Писании, и относительно слов именно Иоанна Богослова. И поэтому эта тема набрала очень серьезную популярность. И хотелось бы сегодня, вот дорогие друзья, как бы развеять эти все мифы, которые сейчас очень сильно построены вокруг этой темы, вокруг конца света, вокруг, можно так сказать, вот этого Армагеддона, Апокалипсиса, потому что слово Апокалипсис, это тоже в переводе означает откровение. И что нас ожидает впереди, на чем основывается. Я еще, как я вначале уже вам сказал, что Иоанн Богослов, когда писал книгу Откровения, он ссылался на события, которые были в ветхозаветний период. Потому что, как правило, в большей степени, в первой или ранней христианской церкви находились люди, верующие из нынешнего иудаизма. То есть иудеи, другими словами. Те, для которых Ветхий Завет или Тора, или, можно так сказать, Пятикнижье Моисея, это была основа их верований и убеждений. И поэтому люди, которые будут читать вот эти исследования, изучая эти символы, они могут понять, потому что это их культура, это их жизнь. И поэтому хотелось бы как раз порассуждать, что же знали или что понимали иудеи на тот момент, когда могли получить это письмо. Еще раз говорю, что на тот момент часть церкви состояла именно из иудеев, которые очень хорошо знали ветхозаветние писания. И для них было понятно. И они могли в какой-то степени рассказать церкви из язычников, потому что тогда присутствовало две категории людей. Это люди из иудаизма и люди из язычества. И вместе это создавало уже христианскую церковь. Поэтому они в какой-то степени могли рассказать о тех будущих событиях. Если здесь идет речь об Армагедоне, то нужно задать вопрос, о чем же здесь пишет тогда Иоанн. Итак, дорогие друзья, я хочу объяснить более подробно, если мы разложим слово Армагеддон, то можно его разложить на две части. Мегидо, это как раз подразумевается долина Мегида, которая находится в Палестине. Она находится по сегодняшний день. Но что было связано с этой долиной? Это было, ну, и еще хочу добавить, аар или хар, еще другими словами, это в переводе означает гора или холм своего рода, вот такой. И здесь вот соединяются два слова хар-мегидо или ар-мегидо, то есть, которое в переводе означает, вернее, которое мы уже переводим как Армагеддон. И вот что же это было за место? Когда мы с вами будем изучать или исследовать это место Священного Писания, то нам станет более понятно о тех событиях, которые писал именно Иоанн. Поэтому я хотел бы вместе с вами как раз порассуждать над этим моментом. Итак, дорогие друзья, что же это было за ар-мегидо или мегидонская еще называют ее долина? Или она еще в Библии также упоминается как Израильская долина? И вот это, что же происходило в этой Израильской долине? Еще до того, как там появился израильский народ или иудейский народ, там происходили очень серьезные события. Вообще, эти места заселяли на тот момент хананеи или еще их называют потомками семитов. Семитские племена жили как раз в этих районах. Потомки, то есть, вот семитские, как бы сказать, и вообще, вы слышали, наверное, такое выражение семитизм или антисемитизм. Это как раз вот говорится о том, что евреи, они тоже произошли от Сима. То есть, это первый сын Ноя. И вот там как раз произошли вот эти вот, лежили эти племена и народы. Чем была привлекательна эта долина? Эта долина, во-первых, если мы говорим о Палестине, это в принципе гористая местность, горная местность. И найти хорошие участки для того, чтобы возделывать землю и источники, чтобы были хорошие источники воды, то это очень сложно. А вот именно Израильская или Мегедонская долина, она как раз этим отличалась. Она была очень богата, ну как бы сказать, это была, во-первых, плодородная земля. Она на ней была, очень богата была источником воды. И люди, уже заприметив эту долину, стали селиться в ней. Какая она площадь, по площади была? Это приблизительно площадь этой долины была 40 километров на 20 километров. Ну вот, чтобы вы понимали, 40 на 20 километров. И вот люди стали селиться издревле в этой долине, и они занимались земледелем. Была в какой-то степени борьба за участки в этой долине. То есть люди хотели обладать этой долиной, потому что в этой местности это было самое удачное, как бы сказать, расположение было в этой долине. И поэтому различные племена, чаще всего это были ханаанские племена, которые впоследствии образовали города-государства в этой области. И каждый постарался бороться за это место, за влияние. И те, которые обладали, или жили в этой долине, они имели еще одно очень большое преимущество. Если посмотреть на карту, то эта долина была пересечением нескольких торговых путей. То есть эта дорога через эту долину, как я уже сказал, это была горная местность, и через эту долину проходили несколько основных дорог. Это был шелковый путь, то есть это путь можно было перейти из Азии в Африку, и из Азии в Европу, и обратно тоже самое можно было пройтись. Следующий очень важный момент, что через эту долину был выход к морю, Средиземному морю, и также выход к странам Европы. То есть это было очень такое пересечение хорошее, не только для торговцев, но и для военных компаний. То есть для того, чтобы пройти в одну область или в другую, то есть нужно было проходить через эту Мегедонскую долину. И многие люди старались завладеть, или, как бы сказать, старались сделать все необходимое, чтобы владеть вот этой долиной. Хотелось бы также обратить внимание, что когда проходили путники через эту долину или проходили торговые караваны, они останавливались. Во-первых, это можно было отдохнуть от долгих путешествий, также можно было вести определенную торговлю, потому что это пересечение различных караванов, то есть там вот различные пути торговцев. Торговцы могли обмениваться товарами между собой и торговать также с местными жителями. Но и, как вы понимаете, именно торговый караван еще привлекали одних людей. Это было привлечение таких, как бы сказать, ну то есть всяких различных разбойников, бандитов и так далее, которые нападали на караваны, которые грабили их. И поэтому появилась как бы такая нужда, чтобы в этой долине построить какой-то небольшой форпост для того, чтобы, или оборонительное укрепление, для того, чтобы защититься от набегов окружающих народов. То есть это были такие, как нападали, как филистимляне нападали, еще, как я сказал, это были различные хананские тоже племена, которые нападали на эти караваны. И уже после этого, когда там образовалось своего рода небольшой форпост, то люди могли в этой крепости скрыться. То есть они заходили туда, там было очень хорошо все оборудовано, появились различные стойла для животных, на которых совершалось это путешествие. Также там были отряды, которые жили за счет этих караванчиков. И перешло это впоследствии в то, что стали собираться налоги. То есть человек, который хочет быть под защитой, чтобы его товар был сохранен, он должен был заплатить налоги. И когда они подходили к этой крепости, выходил военачальник, который находился в этой крепости, и он смотрел, какой он может взять налог с них, и они договаривались, и за счет этих налогов они могли поставить своих животных, свой караван, именно в эту крепость. В результате этого борьба за эту крепость начала разгораться среди других окружающих народов. И стало это место проводиться военной кампанией, то есть нападая на этот участок, лакомный как своего рода участок, потому что с него можно было собирать и налоги хорошие, и прибыль хорошая шла тому, кто владеет этим участком. То есть вот этим форпостом. И поэтому начались различные военные кампании, борьба за этот, ну как бы сказать, участок. И доходилось до того, что с каждым разом нападения были все сильнее и сильнее. И содержать, или как бы сказать, атаковать эти неприятеля было все сложнее и сложнее. Так вот, дорогие друзья, за всю историю, можно так сказать, нападений, разрушений, которые происходили, а действительно это получалось, этот форпост сносили, этот форпост опять отстраивали, его опять сносили, его отстраивали. Ну, то есть, чтобы вы понимали, когда велись в современное время раскопки на этом, как бы сказать, на этом форпосте, то этот форпост вырос в долине, что это получается как бы своего рода искусственный холм высотой в 70 метров. Можете себе представить, сколько это было за всю историю, это несколько тысяч лет, этих восстаний, нападений, этих, как бы сказать, атак, военных действий, которые происходили, что вот это вот место или холм этот вырос высотой в 70 метров. И когда там велись вот раскопки, то насчитали приблизительно 25 или 26 культурных слоев, которые там, ну, то есть, это разные культуры, которые отстраивали, которые заново восстанавливали. И это вот, это место, как раз, этот холм стал и называться Ар, или Хар, или Гора. То есть, вот, учитывая вот эти события, которые там происходили. И там было проведено столько войн, что вот есть такое, такое слышал выражение, что многие считали, что на каждый квадратный метр, я сказал, эта долина была 40 на 20 километров, на каждый квадратный метр было приблизительно килограмм человеческих костей. Вы можете представить себе, сколько народу там полегло в борьбе за этот участок, или за этот холм. И там уже были различные сделанные настолько крепкие, различные укрепления, что устраивать военные кампании нужно были все больше и больше, и для того, чтобы одержать победу. И считалось так, тот, кто владеет этим, ну, как бы сказать, участком, или владеет этим холмом, считалось, что этот человек владеет, вернее, ну, или царь, можно так сказать, владеет миром. Потому что все, ну, как бы сказать, военные кампании, которые проходили через эту область, нужно было пройти именно через этот форпост. Потом, для того, чтобы контролировать направление, например, Европы, Африки, Азии, все вот эти вот пути, нужно было владеть этим форпостом. Или вот этой вот Ар-Мегидо, вот этой горой, или этим холмом. И поэтому за него шла очень серьезная, жестокая борьба на протяжении всей истории. Хотелось бы задать, ну, как бы сказать, или ответить на такой вопрос, почему Бог поместил именно евреев на этом участке. Ну, мы понимаем так, что Бог поручил иудейскому народу особую весть. Это нести библейскую истину о, можно так сказать, всем Боге, нести библейскую истину о тех заповедях, о тех принципах, которые записаны в Священном Писании. И первым носителями, которые стали, это как раз являются иудеи. Они первые получили Священное Писание, получили Библию. Им было поручено писать книги Ветхого Завета, Священное Писание. Им были даны заповеди, 10 заповедей, которые мы сейчас используем. И они должны были быть носителями библейской истины. Впоследствии сам Иисус Христос тоже был иудеем. Он родился на этой территории или на этой земле. И истина, или, как бы сказать, христианская церковь, в которой являемся частью мы. Мы являемся частью христианской церкви, потому что мы живем в христианском обществе. И как раз Бог поместил, именно носителей библейской, или своей библейской истины, поместил в этом районе. Объясню, почему. Потому что именно это место, или, как бы сказать, Палестина, она является пересечением вот этих вот дорог. Когда люди слышали о Боге, они могли эту весть разносить как в Европу, так и в Африку, так и в Азию. То есть, таким их получается, Бог поместил свой народ, чтобы эта весть распространялась на все континенты. И люди могли, как бы сказать, слышать эту библейскую весть. И впоследствии, почему именно христианство стало лидирующей религией во всем мире, это тоже благодаря этому расположению. Потому что весть оттуда могла распространяться в другие направления, в другие страны и так далее. Поэтому Бог избрал именно это место. Но, как я уже сказал, это место использовалось не только для проповеди Евангелия, для проповеди разнесения библейской истины и вести. Но это место также использовалось в личных интересах, когда происходили военные конфликты за территории, за политическое влияние, за экономический доход какой-то для страны. То есть это происходили вот эти сражения на этом месте. Также я хотел бы показать еще интересный момент. Это какие же битвы проводились в этой долине. Почему такой вот холм, как Армигида, он выразил таких масштабов. Я только проведу несколько таких исследований. Это будут исторические, и это будут также и библейские, которые записаны в Священном Писании, которые записаны в Библии. Смотрите, друзья, я хочу обратить ваше внимание. Вот одна такая знаменитая битва. Были битвы еще до этого момента, но я хочу показать, какие битвы записаны в истории и Священном Писании. Если вы знаете, в 1479 году Тутмос III, это фараон Египта, он напал на коалицию мегедонских царей. Хорошо, дорогие друзья, я закончил приблизительно на, или остановился приблизительно на Тутмосе III, который проводил, или как бы так сказать, вот эти вот сражения с ханаанскими царями, которые вот сражения именно происходило в этой мегедонской долине. И они на тот момент тоже владели этой крепостью, и которую, эту крепость, Тутмос III, при, ну там такое было интересное событие, это захват этой крепости, когда он прошел через ущелье, и неожиданно напал на этих царей. Эти цари были побеждены, и в результате контроль над этой долиной перешел именно к Египту. Впоследствии этой территории были, или как бы сказать, завладели Иудея, или так же, можно сказать, когда еврейский народ пришел в землю обетованную, ту, которую Бог им обещал, и они полностью одержали победу над вот теми народами, которые на тот момент населяли именно землю обетованную, или как она сейчас называется, Палестиной. И впоследствии происходили вот такие события, как если вы помните, в Библии описывается такое событие, когда Иисус Навин проводил, или как бы сказать, проходило это сражение, в этот момент это записано в книге Иисуса Навина на 10 главе 12 стих. И там описывается момент, когда Иисус Навин возвал Богу, и Бог совершил чудо. Он сказал, стань, солнце над Гаваоном, и стояло солнце, и не спешило к западу. То есть вот своего рода такое было чудо совершено от Бога для того, чтобы полностью было поражение этих царей, и это, ну как бы сказать, история записана в Священном Писании. Следующая история была подобная, когда Варак воевал, то есть с Деворой, то есть Девора это была пророчица, и она помогала Вараку, и тоже воевала против ханаанских царей, которые там были, ну как бы своего рода были города-государства. Эти города-государства, они контролировали поначалу эту долину, но произошло вот это сражение, и это сражение было как раз в этой Израильской или Мегедонской долине. Следующий вот момент это о том, что уже Соломон полностью, царь Соломон, который полностью завладел этой территорией, в частности Мегедонской долиной, и он сделал укрепление, он там построил различные, ну усилил эту крепость, он также сделал или усилил там место для конюшен, сделал для того, чтобы можно было вести оборонительные, как бы сказать, вести оборону этой крепости, и также сделал все необходимое для того, чтобы путники могли присутствовать или, как бы сказать, заходить в эту крепость, то есть это уже при царе Соломоне. Следующий очень такой важный момент, когда Антиох, нет, извиняюсь, это еще одно событие, это Нихао Второй, это египетский фараон, в 609 году до Рождества Христова, он пошел войной, получается, война тогда происходила, одну минуту, это против царя Ассирийского, и это записано историей в 4 царстве, 23 главе, 29 стихе, и против Ассирийского царства, и если вы помните, когда он вышел на эту территорию, то ему навстречу вышел царь Иосия, иудейский царь Иосия, сказал, что он остановит это войско Нихао, но Нихао потребовал, чтобы Иосия его пропустил через эту долину, но Нихао пообещал, что этот фараон египетский пообещал, что он никого не тронет, но Иосия решил вступить в эту битву, и он там погиб, это один из благочестивых царей иудейских, в 609 году происходили вот именно события этого Мегедонской долине, также в этой ранней немного в этой Мегедонской долине происходила битва при Аэндоре, если вы помните историю Саула, который посетил Аэндорскую волшебницу, а впоследствии на следующий день у него было сражение, на которое сам Саул погиб и его дети, это был первый царь, Саул еще, может быть, никто не знает, это был первый царь Израиля, и он погиб как раз вот в этой Мегедонской долине, борьба или сражение происходило с филистимлянами, то есть это тоже было именно в этой Мегедонской долине. Потом можно еще вспомнить также Маковейские воины, это события происходили, когда был осквернен иудейский храм и Антиох Епифан, это Антиох Епифан четвертый, который как бы сказать оказывал очень сильное влияние и контроль над иудеей и вот именно освободительная война происходила в этой Мегедонской долине. То есть это тоже связано с этими событиями. Уже начиная в нашу нашей эры или в нашем как бы сказать уже после Рождества Христова еще произошло одно такое событие это война Рима уже с иудеями. То есть это было подавление восстания в 66 году нашей эры. И вот там тоже Рим одержал победу и они уже полностью взяли контроль над иудеей. То есть это тоже своего рода было важное событие. И эти войны продолжались за Мегедонскую долину на протяжении вплоть до наших дней. договорю до наших дней? В 1918 году произошло сражение Османской империи с британскими войсками. 1918 год. То есть это как раз происходило в этой Мегедонской долине. войны эти войны продолжались вплоть до ну можно так сказать до наших дней, что там происходили войны и в 1948 году и 1955 году и последний если не ошибаюсь события война была 1986 на протяжении этого периода происходили вот эти конфликты. И как я уже сказал, что за период этих сражений, за период этих войн образовалось 26 культурных слоев, которые происходили эти разрушения и опять восстановление этой крепости и этого участка. то есть и впоследствии вырос холм приблизительно в 70 метров высоту и вот этот холм как раз и является этой ар или хар хар мегидо. Хотелось бы обратить наше внимание на вот эти события, которые сейчас вернее которые о которых мы с вами говорили, что те люди, которые изучали и исследовали Священное Писание, они понимали о чем или что хочет донести Иоанн Богослов своему народу, что вот эти события, о которых здесь говорится, они как бы указывают на события, которые ожидают народ последнего времени, то есть что произойдет в последнее время и вот как это связано с этим местом или с этой ну как бы сказать битвой Армагеддон. Я хотел бы еще раз прочитать вот этот отрывок и попробуем мы с вами уже связать как эти события связаны с этим местом с событиями Армагеддона. Мы с вами читаем Югооткровение 13 вернее 16 главу с 13 по 16 стихи и написано так и увидел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лже-пророка трех духов нечистых подобных жабам. Это бесовские духи творящие знамения они выходят царям земли всей вселенной чтобы собрать их набрать вон на великий день бога седержителя сей иду как тать блажен бодрствующий хранящий одежду свою чтобы не ходить ему на им и чтобы не увидели срамоты его и он собрал их на место называемое по-еврейски Армагеддон. То есть дорогие друзья в целом здесь идет речь о как бы сказать событиях которые должны произойти в будущем или в последнее время как это место Армагеддон связано или битва Армагеддон связана с народом последнего времени почему именно предостережение идет чтобы носили чистую одежду как я уже сказал в самом начале это указывает на праведность Иисуса Христа в чем же эта борьба и я хочу сказать здесь своего рода проводится аналогия или аллюзия на события которые происходили в древности и а сейчас они должны произойти в более таком мировом масштабе что же происходит если тогда народ божий это считалось локальным местом то есть это там где находились именно жили евреи и лиудеи носители библейской истины то в конце времени это вопрос уже мирового значения который уже коснется людей живущих в последнее время и не просто людей всех а здесь касается людей которые являются носителями библейской истины в последнее время то есть христианская церковь и не просто христианская церковь потому что если мы говорим о христианстве в целом то она с христианством приблизительно Ну, сейчас около 4 миллиардов, если я не ошибаюсь, это принадлежащих людей, именно носителями является христианство. Но здесь идет вопрос о людях, которые являются более, ну, как бы сказать, верны, те, которые соблюдают заповеди Божьи. Это люди, которые являются своего рода верным таким остатком среди всего мира. Это те, которые являются носителями библейской истины. И вот об этих людях я как раз бы хотел поговорить в третьем этапе нашего исследования. Первый этап мы рассмотрели – это представление мира об Армагеддоне. Второй этап мы рассмотрели, как это записано в Библии и просматривается в истории, библейской истории. И также мы сейчас следующий момент рассмотрим. Это как эта Библия, вернее, это событие Армагеддон должно отразиться на Божьем народе и впоследствии даже на всем мире. Смотрите, друзья, от Божьего народа зависит благополучие всего мира. Попробую вам объяснить, как это работает или как это выглядит. Вы знаете, дорогие друзья, мы с вами живем благодаря тем людям, которые на этой земле. Бог, как бы сказать, сохраняет историю нашей планеты лишь потому, что есть верные Богу люди, которые живут на этой планете. Попробую еще представить, если бы вся планета впоследствии отступила от Бога, то Богу не было бы смысла продолжать историю нашей планеты. И пока на этой планете существуют люди, которые являются верными Богу, пока они продолжают проповедовать, пока остается надежда на проповедь Евангелия, пока сохраняется, как бы сказать, надежда, что люди, еще многие, услышав весть Божью, покаются. Поэтому и есть необходимость или, как бы сказать, нужда Богу продолжать историю нашей планеты. Многие задают вопрос, ну неужели, часто вы задаете вопрос Богу, такой вот, ну неужели Бог не видит все эти бедствия, которые творятся? И когда же это все прекратится? Когда это все закончится? Куда смотрит Бог? Бог. Первый, кого вы обвиняете, это Бога в том, что Бог не прекращает эту историю. Но давайте мы задумаемся тогда вопрос, если Бог прекратит это все, то же все эти бедствия, которые сейчас постигают нашу планету, они во всем выражаются. Они выражаются в боинах, они выражаются в катаклизмах, которые происходят, в болезнях, смертях, неприятностях, которые с людьми происходят. И все как раз обвиняют прежде всего Бога. Человек не обвиняет себя, потому что он грешен. Он не обвиняет, как бы сказать, о своей, ну можно так сказать, отступлении от Бога, о том, что происходит какой-то более серьезный конфликт, который происходит, коснулся и неба, и земли, можно так сказать. И поэтому пока есть надежда на обращение, на спасение людей, пока и продолжается история нашей планеты. Как бы мы с вами не представляли это, но в Священном Писании пишется именно так. И когда исчезает Божий народ или Божий верный остаток, или Богу верные люди, на земле начинаются более серьезные катаклизмы. И многие задают вопрос, это Бог уже наказывает? Хочу, друзья, сказать, по большей степени Он пытается сохранить этот Богу верный остаток людей, которые соблюдают Его волю. Это сложный очень момент, который можно или нужно нам понять, но я попробую его показать через Священное Писание. Итак, дорогие друзья, я хочу сейчас, чтобы вы были особо предельно внимательны, чтобы я смог на основании Священного Писания показать тот конфликт, который происходит, ну как бы сказать, за кулисами, который, может быть, мы не видим. Даже Достоевский сказал такие слова, он говорит, что между Богом и Сатаной идет война, а поле битвы – людские сердца. И вот то, что происходит за кулисами, я бы хотел с вами сегодня об этом порассуждать. То, что мы, может быть, не видим. И как это связано с Армагеддоном, то есть вот эти вот события, то есть то, что произойдет в конце времен, именно об этом писал Иоанн. И я хочу сейчас на основании Священного Писания показать те события, которые должны произойти в будущем. Но для начала мы должны увидеть, что происходит за кулисами, то, что скрыто от нашего взора, то, что мы порой даже не понимаем, что происходит. И как это отразится в последнее время, к чему это все ведет. Понимаете, друзья, по нашему незнанию, ну, это в частности в какой-то степени и наша вина, потому что мы этим не интересуемся, не исследуем, не изучаем. Но об этих событиях написано в Священном Писании. Это как раз тот конфликт, который происходит на небе и на земле. То есть конфликт, который произошел уже гораздо раньше, чем существует наша планета. И об этом конфликте пишет Священное Писание, но, может быть, мы до конца не видим это. И вот яркий пример этим событием записан в Священном Писании книги Иова. Недаром книга Иова является самой первой. Она была написана даже раньше, чем книга Бытье. И вот здесь описывается то, что произошло, может быть, еще до того, этот конфликт произошел до того, как появилась наша планета. Что этот конфликт произошел между Богом и Сатаной на небе. И вот часть этого конфликта описывается в книге Иова. Я прошу, чтобы вы сейчас были предельно внимательны, чтобы мы могли понять об этом конфликте, который происходит между Богом и Дьяволом. Между Богом и Сатаной. Между Дьяволом и Иисусом Христом. То есть вот этот конфликт, как он разворачивается. Давайте попробуем мы с вами прочитать. С первой главы, с первого стиха мы с вами читаем книги Иова. «Был человек в земле Уз, имя его Иов. И был человек этот, перечисляется, непорочен, справедлив, бахобоязнен и удаляющийся от зла». Смотрите, друзья, вы помните, мы с вами читали из книги Откровения. И он пишет, чтобы не видна была срамота наготы его. То есть это перечисляется, что он был носителем чистой одежды. И вот как раз этот Иов является подобным таким человеком. Написано так. «И был человек этот непорочен, справедлив, бахобоязнен, то есть он уважал, ценил божьи принципы и он удалялся от зла. Он зло не делал». И дальше перечисляется, что у него была семья, что он совершал богопоклонение, которое было выражено в жертвоприношениях и так далее. То есть он на тот момент проводил богослужение. И написано о том, что вот он жил спокойной и благочестивой жизнью. И вот здесь описывается ситуация, которая происходила на небе параллельно. А Иов об этом не знал. И вот здесь написана такая история. Мы читаем уже с шестого стиха. Смотрите, как написано. «И был день, когда пришли Сыны Божьи предстать пред Господом». Ну, я уже ранее объяснял в одной из своих лекций о том, что Сыны Божьи – это представители других планет. Да, есть такое в Библии. Может быть, для кого это, как бы сказать, удивление. Но есть одна из моих тем. Если будут вопросы, я покажу, скажу, где это написано. Что это были представители других планет. Люди, которые похожи были на Адама. Если бы на нашей планете не произошло никакого греха и восстания, то Адам, так как бы он жил вечно, потому что бы питался от дерева жизни, он мог бы присутствовать на этом совете. То есть, когда, как один из сыновей Божьих. И он был бы представителем нашей планеты. И вот здесь как раз описывается дальше. Написано так. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа». Шестой стих. «Между ними пришел и сатана». И дальше сказано. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» Вы знаете, друзья, как бы сказать, представьте себе, Бог присутствует, может быть, в своем тронном зале. И вот здесь являются представители других планет. Возможно, это был бы какой-то совет, какое-то общение. И вот в этот момент появляется сатана. То есть, это падший ангел, который явился на этот совет. И Бог задает ему вопрос. «Откуда ты пришел?» «Почему ты здесь находишься?» «Ты здесь не должен», другими словами. Бог хочет сказать, что ты не должен здесь находиться. Ну, сатана тогда сказал такие слова. Смотрите, как написано. «И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, я обошел ее». То есть, другими словами, сатана хочет сказать, что… Вы знаете, кто обходит свои владения? Он это обходит хозяин. «Я ходил по всей земле». То есть, он хочет сказать, так как Адам потерял уже возможность. Но уже к тому времени Адама не было. Но он уже потерял свою возможность владеть этой планетой, которую Бог ему дал. Он дал ему планету Земля, Эдемский сад, дерево жизни. Но он не устоял и не выдержал испытания. И вкусил от дерева познания добра и зла. И поэтому к этому моменту Адам уже был мертв. То есть, уже его не было. И сатана, как хозяин или претендент на то, что он является хозяином нашей планеты, является как представитель от нашей планеты. То есть, он является на этот Божий совет. Бог, естественно, его не ждал. И он сказал, что ты не должен здесь находиться. А он говорит, я имею право находиться, потому что я являюсь, ну, как бы сказать, преемником Адама. Адам же ж мне, получается, в результате своего греха, ну, он подчинился или поддался сатане. И в результате этого греха я уже становлюсь владельцем этой планеты. То есть, планеты Земля. И вот здесь происходит, что он начинает претендовать на право присутствовать на этом совете. Он хочет показать перед всеми небожителями, те, которые были сыны Божьи, которые там предстали. Они же должны будут еще вернуться на свои планеты. Они должны будут рассказать о том, что происходит. И сатана таким образом претендует. Но вот видите, одна планета уже стала моим. И Бог ничего не может сделать. Убить он меня тоже просто так не может, потому что уже тогда, получается, Богу будет служить не из чувства благодарности, что он их сотворил. И дал все благо и заботился. А из чувства страха. И вот здесь происходит своего рода такой конфликт. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Он отвечает, сатана сказал Господу, я ходил по земле и обошел его. И вот здесь происходит вот такой вот как бы своего рода конфликт. Все наблюдают об этом споре между Богом и сатаной. Наблюдают небожители. Они должны будут вернуться и рассказать об этом событии всем людям, которые живут на других планетах. И они должны были бы показать, что Бог ничего не может сделать. Убить он не может дьявола сейчас, потому что сатана претендует на то, что он является справедливым претендентом на эту планету. И должен был быть некий другой способ, чтобы поставить дьявола или сатану на место. И вот смотрите, как это происходит. Что делает Бог? Богу необходимо играть или как бы сказать по всем правилам. Честно, то есть своего рода как происходит, то есть по справедливости должно все происходить. И вот здесь сказано. И сказал Господь сатане, раз ты ходил по всей земле, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле человека, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И он ему сказал, вот смотри какой Ио, но раз ты обошел всю землю, ты же должен был обратить внимание, что есть такой человек богобоязненный, который уважает мои принципы, мои законы, который соблюдает подобно, как должен был делать Адам. Но у меня есть Ио, и вот он является носителем моей библейской истины, он является достойным представителем. И вот по сути своей не ты должен быть здесь, на этом месте, а Ио должен быть на этом месте, так как он подчиняется моей воле. И вот здесь начинает сатана играть на глазах присутствующих, те, которые там присутствуют. Он начинает рассказывать или говорить, ну да, я видел, и он говорит в девятом стихе, и отвечал сатанам Господу и сказал, Разве даром богобоязнен Ио? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? То есть, другими словами, сатана хочет обвинить Бога в том, что Иов не даром благочестивый. Ты являешься в сговоре с Иовым, и поэтому в результате вот этого договора он и подчиняется тебе своей воле. И вот представьте себе, за этим конфликтом, за этим разговором наблюдают все небожители. И что они должны рассказать? Что получается, дьявол обвиняет Бога в сговоре с Иовым, поэтому люди бы так бы не подчинялись бы Богу, если бы у них забрали бы все. То есть, какие-то блага их не забрали, то они бы, знаете, как вот сейчас во многих случаях в мире происходит, чаще Бога проклинают за то, что у них какие-то бедствия, несчастья и все остальное. А не дьявола, который является и причиной этих бедствий, катаклизм и того, что происходит. И в результате этого мы с вами смотрим, что он говорит, ты попробуй забери это все, будет ли тебя как бы благословлять Иов после всего этого конфликта. И сказал Господь сатане, ну понимаете, друзья, Бог вынужден был так сказать, вот все, что у него, то есть у Иова в руке твоей, только на него не простирай руку твою. То есть, другими словами, все, что все блага, которые Иов имеет, все в твоих руках, он говорит сатане. Только жизнь не трогай Иова, то есть самого его не трогай. А вот все, что он имеет, пожалуйста, в твоих руках. И тут начинается на Иова бедствие, полностью уничтожается его имущество, его скот и даже погибают его дети. То есть, в результате этого конфликта, получается, теряет Иов абсолютно все. И тогда я вкратце расскажу, чем заканчивается или как бы продолжается эта история. Опять произошло событие, когда Бог собрал всех представителей других планет на встречу. И также является сатана. Ну и он задает вопрос, ну что, остался Иов мне верный? Он говорит, да, остался. Ну, понимаешь, дети, это может быть для него не слишком серьезная скорбь, имущество. Это тоже можно, ну, если, например, коснуться его тела, ну, то есть какую-то болезнь на него наслать, вот тогда он тебя точно проклянил. Но он говорит, ну хорошо, говорит, жизнь его не трогай, а тело его в твоих руках. И дьявол сделал то, что его поразила проказа. То есть, получается, Иова поразила проказа. И когда все тело зудит, у него ничего, у Иова не осталось. Он сидит на какой-то мусорной свалке, берет черепицу и дирает себе кожу. То есть, отдирает вот эти вот язвы, которые по всему телу у Иова. И вот представьте себе, что находясь вот в таком положении, и это время довольно-таки длительное было, может быть, даже год целый там где-то вот в таком состоянии он находится. Это период очень большой был для Иова. Вот в этих страданиях жена приходит ему, вся тоже измученно приносит ему еду, какую-то одежду. А он сидит и, ну как бы сказать, и думает, за что его постигло такое бедствие. А вообще Иов стал примером для подражания, что находясь даже в сложно-тяжелых ситуациях, он проявил верность. И вот за этим конфликтом между Богом и дьяволом наблюдала фактически вся вселенная. Они наблюдали за, как себя ведет дьявол, они наблюдали, как себя ведет Бог. И самое главное, они наблюдали, как себя ведет Иов, что он является единственным человеком, на которого можно было положиться. Благодаря этому примеру Иова другие люди, которые будут смотреть на то, что происходит с Иовом, потому что к нему тогда пришли его трое друзей, и обратите внимание, это своего рода были тоже вот такие города-государства, когда он был своего рода царем своей земли, Иов. И вот пришли подобные люди, и они задумались, ну почему Бог вот так поступил с ним. Да, они не видели то, что происходит за кулисами, они не понимали, но даже если ты не понимаешь, ты должен сохранять верность Богу, как сделал этот Иов, это Иов. И впоследствии этого конфликта, то есть получается, Иов выдержал это испытание, Бог ему дал и детей впоследствии, он его благословил еще больше своей, как бы сказать, своей заботой. Но те люди, которые за ним наблюдали, друзья Иова, которые приходили, они увидели, они попросили своего рода благословения у Иова. И вот его поступок, его действия в сложных ситуациях, они впечатлили его так, что они стали, ну как бы сказать, подражать Иову в плане верности Богу, в плане доверия Богу. И вот то, что сделал Иов, он как бы создал своего рода влияние на окружающих людей. И вот еще раз хочу, друзья, сказать, пока на Земле существуют такие люди, как Иов, Ной, Даниил, то сохраняется весь род человеческий. Если этот остаток или уничтожить, как бы пытался это сделать сатана, то фактически не было бы смысла продолжать историю нашей планеты. И вот всякий раз, когда дьявол пытался уничтожить этот верный остаток, подобный Иову, то всякий раз это получается было, ну то есть для сохранения этого остатка Богу приходилось даже делать целые катастрофы. Вот я сейчас попробую привести вам несколько примеров. И даже многие задают мне часто вопрос, ну почему эти бедствия с людьми происходят? А потому что вот этот вот конфликт, который происходит между Богом и сатаной, за которым наблюдает вся Вселенная, обратите внимание, потому что примером подражания стал Иов не только для людей, которые жили на этой земле, он стал примером для подражания даже Вселенной, что те люди, которые находятся на других планетах, они наблюдали за Иовом и говорили, насколько вот в сложных ситуациях, в сложной ситуации Иов остался верен Богу, насколько важно соблюдать его волю, его закон. Не так, как сделал это, например, Адам, что из-за плода он отступил от Бога, потому что захотелось вкусить этот плод, а несмотря даже вот на сложные ситуации, он все-таки остался верен Богу. И это стало примером не только для людей, которые жили вместе с Иовом, но и для людей, которые жили впоследствии. Мы сейчас вот изучаем эту историю, и мы задумываемся над тем, насколько важно соблюдать волю Божью, понимаете, друзья, и насколько важно нужно сохранять эту верность. И вот Иов стал примером для подражания всех, можно так сказать, людей, которые читали или исследовали Священное Писание. И также он стал примером для подражания верности для тех небожителей, которые наблюдали за этим конфликтом, который происходил между Богом и Сатаной. И вот все вот эти вот истории библейские, они не просто так написаны в Библии. Все эти испытания, которые людей постигали в Библии, это не просто так Богу захотелось просто, как, знаете, как те, которые говорят, поиздеваться. Нет, друзья, эти люди должны были стать примером для подражания других людей и даже целых поколений, последствий, которые появлялись. И благодаря вот этим опытам, этим переживаниям на протяжении всей библейской истории сохранялась наша планета именно под защитой Бога. Потому что пока на этой земле существуют люди, которые являются верными Богу, пока есть смысл продолжать историю нашей планеты. Но в конце времени должна произойти великое сражение или битва, когда Сатана захочет этот верный остаток уничтожить, как вот Ио он захотел уничтожить, и тогда вмешается Бог. Но я не хочу забегать вперед, я хочу еще несколько моментов рассмотреть, чтобы мы рассмотрели в Священном Писании. Ну, например, Каин и Авель. История Каина и Авеля, вы все, наверное, слышали и знали, как Каин убил Авеля. А почему? А потому что Авель принес угодную жертву Богу, а Каин нет. И у него появилась зависть. И в результате этого Каин убивает Авеля из-за зависти. И вот здесь появляются две категории людей. Следующим был Сиф, который родился от Адама и Евы. И получаются две ветви. Каиниты и Сифиты. Каиниты те, которые пошли от Каина, а Сифиты те, которые пошли от Сифа. Впоследствии от этих две ветви, или как бы сказать, произошла еще одна серьезная проблема. Ну, давайте мы с вами откроем книгу Бытье. Я хочу показать вот эту вот великую борьбу, как она происходила на протяжении всей истории библейской, и как это происходит среди людей. Шестая глава книги Бытье, как это происходит на небе и на земле, как этот конфликт происходит, как за ним наблюдают, какой вывод можно сделать. Когда были вот эти две ветви, то есть Каиниты и Сифиты, те, которые произошли от Каина люди, те, которые произошли от Сифа люди, то сказано так, когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, то тогда сыны Божьи, то есть вот эти Сифиты, вот эти сыны Божьи, это как раз и часто назывались те люди, которые были верные Богу. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, то есть Каиниток, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни, их 120 лет». Вот здесь как раз описывается момент перед потопом, что когда стали, ну то есть, как бы сказать, соединяться вот Сифиты и Каиниты, то библейская истина стала, ну как бы сказать, отходить на второй план. Более стали появляться, ну как бы интересы, это к современному, или как бы сказать, более, ну начались уже отступления от Бога. И единственный, кто на тот момент оставался верным из Божьего остатка, это был Ной. Вот в восьмом стихе, в шестой главе в книге Бытие написано так, Ной же обрел благодать перед очами Господа. То есть он был праведным, он был верным Богу. И вот здесь мы с вами читаем, какое состояние было планеты перед потопом. Смотрите, что происходило. И возрел Бог на землю, и вот она расплена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И вот здесь сказано о том, что состояние планеты было ужасным. Единственное, кто остался, это Ной и его дети. Дети у него были Сим, Хам и Афет. Вот как раз эти Симиты, которые впоследствии появились евреи, вот как раз именно от Сима они произошли. Сим, Хам и Афет. И вот здесь получается, что моральное разложение очень сильно оказывало воздействие на народ Божий. В частности, на детей Ноя. То есть на Сима, на Хама и Афета. И в результате этого влияния Бог не мог оставлять, потому что если бы дети Ноя отступили от Бога, уже не было бы смысла продолжать историю нашей планеты. Ну, сейчас попробую еще объяснить. Ну, давайте представим себе, что к тому времени должен был прийти Искупитель мира, то есть Иисус Христос. То есть какой-то он должен через этих потомков, то есть через Сима, Хама и Афета должен был прийти. И впоследствии он должен был искупить человечество от греха, включая Адама, который согрешил. Но это сложный такой богословский момент. Если бы все отступили, чему бы могла научить, например, Мария, Дева Мария, если бы она была отступницей? И в принципе она бы уже не смогла бы родить Иисуса Христа, как Бога человека. Она бы не стала носителем этого семени. И вот для того, чтобы сохранить этот верный остаток, через который впоследствии должен был прийти Иисус Христос, через который должна была передаваться библейская истина, праведность о Боге, истина о Боге, вот то, что мы изучаем из Священного Писания. Если бы этого не произошло, то навсегда бы человечество погибло. Но Бог предпринял такую вот, ну, может, кардинальную, кардинальную меру сохранения Ноя и его семьи, как носителя библейской истины. Он сделал потоп на земле. Единственный, кто спасся от этого потопа, это Ной и его сыновья. То есть, таким образом произошло вот это, ну, как бы сказать, спасение или спасение человечества. Хорошо, дорогие друзья, что же происходит дальше после этого? Ной и спасся появились, от них уже пошли. Вот даже хам попал под влияние этого морального разложения, потому что от хама произошли такие народы, как хеты, хитеи, хананеи, которые были врагами народу Божьему, то есть, израильскому народу. И вот это как раз вот то влияние, хотя, ну, как бы сказать, хам сам спасся от потопа, но его дети отступили впоследствии от Бога, и они были очень серьезной проблемой для семитов, вот, израильского народа, о чем я и с вами говорил. Так, дальше, следующий момент. На этом конфликт между небом и землей не прекратился, давление на народ Божий не прекратилось. И, если вы знаете, даже вот те, которые пошли уже от Сима, семиты, которые должны были быть носителями библейской истины, которые должны были передавать до наших дней эту библейскую историю, праведность перед Богом, как бы так сказать, обучение своего поколения, подчинение для служения Богу, они тоже стали подвергаться нападкам дьявола и сатаны. И я хочу вместе с вами прочитать вот еще интересный момент. Это мы читаем книгу Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина. Мы читаем 24-ю последнюю главу и 2-й стих. Смотрите, что происходило дальше, впоследствии. Вот эти семиты, которые произошли уже от Сима, сына Ноя. Смотрите, что происходило. И сказал Иисус всему народу. Это имеется в виду не Христус Иисус, а Иисус Навин. Так говорит Господь от Бога Израиля. За рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. То есть это говорится о том, что вот эти люди, они уже стали, те, которые семиты уже, обратите внимание, стали уже служить иным богам. То есть они поклонялись и истинному Богу, и стали служить иным богам. И вот здесь появилась еще одна нужда, кардинальное событие, когда Бог говорит Аврааму, которого отец, вот этот, как бы сказать, Фара, который стал поклоняться уже другим богам, он говорит Аврааму, что ты должен выйти от родства своего. Вот многие задают цель. А зачем Бог водил Авраама по земле обетованной? Зачем он ему столько времени водил, и он даже не получил на стопу ноги, отчасти, части этой земли не получил? А я вам объясню, почему. Потому что вот книга, мы с вами смотрим книга Бытье в 12 главе сказано об этом, об этом важном событии, 12 глава. Сказано так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Главная причина, ему нужно было уйти от родства, а потом уже туда, куда он укажет. Вот смотрите, главная причина из-за этого морального разложения нужно было Аврааму выйти из земли своей. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ». Вот этот великий народ как раз и является еврейским народом, через который пришел Иисус Христос. И вот Авраам как раз является носителем этой библейской истины. Он последний человек, который был на земле, который должен был носить вот эту библейскую истину, и который должен был передать эту библейскую истину всему последующему человечеству. Понимаете, друзья? Он должен был передать. И в результате этого выхода, вы знаете, что на протяжении всей жизни очень было много испытаний и даже отступлений со стороны Авраама, но он все-таки до конца своей жизни он сохранил верность Богу. И Авраам является носителем этой библейской истины. И у него также родились дети, которые впоследствии появился такой народ, как израильский народ. И вот они стали носителями этой библейской истины. Израильский народ тоже не всегда был верным Богу. Для того, чтобы сохранить эту чистоту истины, их нужно было поселить в Египте. Почему? Я вам как-нибудь расскажу вам в другой раз. Но и там, в Египте, получается, израильский народ хотели уничтожить. Если вы помните, то фараон брал младенцев израильских и бросал в Нил для того, чтобы, как бы сказать, кормил крокодилов, другими словами. Уничтожал таким образом население. И поэтому появилась нужда выхода из Египта. И Бог проводит 10 казней над Египтом и совершает очень большие чудеса, чтобы показать, что Он является Богом всемогущим, который оказывает очень сильное влияние на всех царей мира и что Он имеет весть для народа. И вот, когда они вышли, Бог дал им особое служение. Он им дал 10 заповедей, обновил. Это не значит, что заповеди не существовало до этого. Они были, существовали. Но это произошло своего рода вот такое, как бы, обновление. И в результате этого появляется новый народ, который называется израильским. Он является носителем библейской истины. И вот, как я уже сказал, почему они были поселены в нынешней Палестине, то есть вот в этом регионе, чтобы пересечение вот этих вот дорог Европы, Африки, Азии, то есть пересечение этих дорог, чтобы истина, Божья весть распространялась на все континенты. И они должны были это совершать. И неуспешно выполнили эту миссию. Вплоть до прихода Иисуса Христа. Но израильский народ настолько, он закрылся в сам себе. Вообще это до сих пор считается хоть и мировая религия, но она является самая закрытая. То есть она является как по численности самая маленькая, но и она является самая закрытая. Самая серьезная проблема израильского народа, что они не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Небольшая группа людей, которые приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и появилась новая нужда в распространении уже библейской истины как через христианство. То есть все народы, кто придет и услышит весть и захочет жить по этим законам, по которым жил израильский народ, то есть это соблюдение десяти заповедей, его принципов, его воли и так далее, они должны были уже быть носителями этой библейской истины. Получается уже народ Божий уже рассматривается не как еврейский народ, а как христианская церковь, то есть которая уже состоит из множества народов, но верных Богу людей. И вот эта церковь христианская идет до наших дней. Но на протяжении периода средневековья церковь тоже уничтожалась, то есть в самой внутри церкви появлялись люди, которые были верные Богу и те, которые неверные были Богу. Те, которые являлись носителями библейской истины и передавали библейскую истину, а были люди, которые назывались христианами и которые эту Библию просто закрывали на цепи и считали, учили тому, что Библии прикасаться нельзя, что она настолько святая, что даже люди библейской истины не знали. И это период был темного, период темного средневековья, когда библейская истина настолько уже уничтожалась, что даже не знали, как правильно поступать, как жить по заповедям, как жить по законам. И появляются новые люди, появлялись, такие как впоследствии Мартин Лютер появился, который Уиклих, которые люди, которые призывали изучать Священное Писание, библейские принципы и так далее. И вот эта вот борьба, которая происходила на протяжении Средневековья, она привела к тому, что появились целые динаминации, которые обновляли библейскую истину. Но на этом библейская истина не остановилась. Должна была быть дальше, продвигаться, понимаете, друзья, она должна была новая библейская истина открываться для людей, и особенно до последнего времени. И народ Божий тоже существует в последнее время, тот, который придерживается его заповедей. Всех десяти заповедей, обратите внимание, это не какой-то отдельный, ну как бы сказать, ну не только отдельный человек, как многие думают, что может быть это какой-то один человек, такой как Ио. Нет, это целая группа людей, которая придерживается, которая учит, как правильно исполнять волю Божью, которая распространяет Евангелие для последнего времени. И вот даже вы сейчас, слушая эту библейскую истину, в вашей жизни тоже происходит какая-то борьба, в вашем сознании происходят, может быть, конфликты с вашей совестью, затеи или другие действия. Вот это и есть влияние Святого Духа на ваше сознание, на вашу совесть. Вот это происходит борьба, о которой писал Достоевский. Между Богом и Сатаной происходит война, о поле битвы людские сердца, когда с одной со стороны вы можете попасть под влияние дьявола, который говорит вам, как нужно поступать, а с другой вы можете находиться под влиянием Божьим, под влиянием Иисуса Христа, под влиянием Святого Духа, который тоже будет вас побуждать к добрым поступкам. И внутри вас происходит этот конфликт. И когда вы, например, слушаете одну из проповедей или тем, которую мы с вами рассматриваем, у вас тоже происходит внутренняя борьба, как поступить, как жить, как вести себя в этой повседневной жизни. Вот этот вот внутренний конфликт. И пока у Бога есть надежда, что вы поможете остаться верным Богу или стать на его путь, пока и будет сохраняться история нашей планеты, когда эта надежда полностью исчезнет. И дьявол и сатана, подобно, как он Иова хотел уничтожить, попытается уничтожить народ Божий, вот только тогда произойдет это освобождение. И это освобождение произойдет. Давайте мы с вами вернемся к нами к нашему изучаемому отрывку. То есть, в самом начале мы с вами изучали, это у нас происходит книга Откровения, вернее, это у нас записано в книге Откровения в 16 главе. Еще раз прочитаем с вами изучаемый нами отрывок 13 стиха. Написано так. И увидел я выходящего из уст дракона и из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вонный великий день Бога Вседержителя. И сказано дальше. Все идут как тать, то есть неожиданно. Это говорится о втором пришествии Иисуса Христа, о его возвращении на землю. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. То есть во всем этом конфликте, во всем этом сложном, как бы сказать, в этой войне, можно так сказать, в этой великой борьбе, которая происходит. То есть блажен тот, который, несмотря на все эти трудности, сохраняет верность Богу. И он сказано, чтобы не ходить ему на гим, и чтобы не увидели срамоты его. И он их собрал. Он, кто он? Это как раз вот дьявол, дракон, собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон, это как раз многие скажут о том, чтобы, может быть, это произойдет именно в Армагеддонской долине. Хочу, сказать, нет. Сама Армагедда, вот это вот, она является прообразом то, что произойдет на нашей планете. Как я уже сказал, раз это вселенский конфликт, и раз этот конфликт происходит между Богом и сатаной, то этим Армагеддон становится наша планета, за которую идет борьба, за все человечество, за всех людей. И поэтому, так как Христос возвращается на землю, во втором пришествии Христа он явится, на землю, и это будет как раз вот эта битва между дьяволом, который попытается уничтожить народ Божий через власти, через написано как вот конфликты, которые должны произойти. Народ Божий, то есть дьявол попытается это совершить. И вот Христос явится как освободитель для своего народа. Многие мне задают такой вопрос, когда же будет это второе пришествие, когда же произойдет этот конфликт. Я не буду сейчас перечитывать все, но в Библии есть определенные места, которые указывают, может быть, они не говорят за дату, они не говорят конкретно, в какой момент это произойдет, но они могут указать на события, которые, ну, как бы сказать, указывают на пришествие Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, рассказать одну интересную историю, которая произошла в период Медоперсидской империи. Была такая царица, звали ее Есфирь, замужем за Медоперсидским царем. И вот при ней происходили интересные события. Был такой враг для народа Божьего, звали его Аман. И вот если вы прочитаете книгу Иисфирь, вы найдете этот отрывок. И вот Аман зацепился, можно так сказать, в конфликте с Мардахей. Мардахей был представителем иудейского народа. И вот в результате этого конфликта Аман решил уничтожить не просто Мардахея, а целый народ, который являлся носителем вот этой библейской истины. И знаете, что он придумал? Он стал бросать жребий или жребий Пур, еще называли это жребий Пур. В последствии появился такой праздник как Пурим. И вот он бросал это жребий, выбирая время, когда он расправится с народом Божьим. И он через царский указ, еще раз подчеркиваю, почему собрал всех царей, он через царский указ каким-то обманным путем взял заверение царя о том, чтобы он имеет право уничтожать или уничтожить народ израильский, который туда находился в плену, в этом самом медоперсидском плену. И вот он выбрал при помощи Пура этого, то есть жребия этого, выбрал день, который он полностью уничтожит весь израильский народ. Но этот обман впоследствии был раскрыт царем. И так как было такое железное правило, царь не может отменить свой предыдущий закон, он предложил всем евреям защищаться. И они могут уничтожить всех тех, которые пытались или будут пытаться их убить. И в результате это время стало вот тот пур, который он назначил, или тот жребий, который он назначил для уничтожения народа Божьего, стал временем освобождения народа Божьего. И они уничтожили этого омана полностью, всех, кто заговорщиков, которые были против народа. И вот здесь делается своего рода такой вывод, что когда в последнее время уже все будет готово для того, чтобы уничтожить верных Богу людей, то в это время, как освободитель, явится Иисус Христос. И когда выйдет, ну то есть как бы своего рода назначен будет день, когда этот верный Божий остаток будет уничтожен, это как раз будет днем освобождения народа Божьего и приходом Иисуса Христа на землю. И поэтому это главное такое вот событие, которое ждет все человечество. И вот это Армагеддон или Армагеддон место, это является наша планета. Она является прообразом, вернее, вот то место, которое, этот форпост, эта гора, которая была, видела все эти конфликты, эти проблемы, сейчас является прообразом, вот это является наша планета. И как тогда была борьба за этот форпост или за эту гору, для того, чтобы контролировать весь мир, так и идет серьезная борьба, за которой наблюдает все человечество, за которым за этой борьбой наблюдает вся Вселенная, все небожители, что же это произойдет. И впоследствии, когда произойдет это освобождение, то наша планета станет местом, где Иисус Христос поставит свой город, и это будет место центром Вселенной. И Он уже возьмет под контроль не только нашу планету, но и вся Вселенная полностью уже без каких-либо перспектив на то, что Сатана может завладеть этим, чем чьей-то еще планетой уже будет оставлен. Я хочу прочитать из книги Откровения, это 21 глава, с 1 стиха написано так, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, и услышал я громкий голос неба, говорящий, сискиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плачь, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, все творю все новое, то есть он снова пересоздаст нашу планету, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны, то есть вот этот новый мир, который создаст Господь, как когда-то утерял его Адам этот мир, заново Бог его сотворит, и получается наша планета это является вот этим форпостом как во вселенной в этой в этом великом сражении, и для всех небожителей мы как когда-то и он был примером, так и все человечество, спасенное человечество станет примером и подражанием верности Богу для даже в сложный момент, в сложных обстоятельствах и вот эта битва произойдет именно за эту планету и место Армагедон это как раз является наша планета амагедон в сложных в сложных